узор с объемными бабочками вернее собственно 1 объемная бабочка но сам узор простой и проблем я думаю у вас с ним не будет тут самая хитрость в этом узоре как связать вот эту бабочку сейчас я вам это покажу есть схема узора вот с такими объемными бабочками то на сайте my picot меня попросили показать как же эти бабочки вяжутся большой образец я вязать не буду рассмотрим именно саму бабочку первые четыре ряда вяжутся вот первый ряд столбиками с накидом 2 ряда столбиками без накида 4 ряд также столбиками с накидом то есть это как подготовительные ряды в пятом ряду мы будем вязать бабочку для этого нам нужно сменить цвет нити то есть вот последние петлю я провяжу ниточками двух цветов дальше буду вязать оранжевой ниточкой бабочка у нас будет оранжевая вяжу столбиками без накида сколько их будет это уже зависит от размера вашего изделия я дойду вот до середины образца здесь у меня будет середина как же вяжется эта бабочка вяжется она очень общем-то необычно смотрим вот у нас у петли естественно есть две стенки то есть первое крылышко мы вяжем за заднюю половинку за заднюю стенку петли вот сюда делаем соединительный столбик 7 воздушных петель 1 2 3 4 5 6 7 и под эту же заднюю стенку 4 столбика с двумя накидами 5 воздушных петель спускаемся по крылышку 1 2 3 4 5 воздушных петель спускаемся по крылышку 1 2 3 4 5 воздушных петель 3 3 4 5 и теперь делаем соединительный столбик в переднюю стенку петли вяжем второе крылышко она будет меньше то есть 5 воздушных петель 2 3 4 5 2 столбика с двумя накидами 1 и 1 столбик с одним накидом 3 воздушных петли 1 2 3 и соединительный столбик в эту же петлю вот у нас получилось так сказать вот так она будет это верхняя верхняя нижняя крылышко теперь вяжем в эту же точку еще два крылышка то есть сначала маленькая 3 воздушных петли 3 воздушных петли столбик с одним накидом 2 столбика с двумя накидами 5 5 воздушных петель соединительный столбик и последняя крылышко 5 воздушных петель и 4 столбика с двумя накидами 7 воздушных петель 1 2 3 4 5 6 7 сюда же соединительный столбик теперь делаем одну воздушную петлю поворачиваем всю эту красоту и продолжаем вязать наш ряд то есть вот у нас столбик на котором мы вязали бабочку его мы пропускаем на следующем заканчиваем уже под две стеночки то есть довязываем этот ряд до конца последний столбик здесь вяжется под цепочку подъема здесь нам нужно также сменить ниточку поскольку следующий ряд это будут тело и усики бабочки такого вот возьму синенький цвет вяжу двумя цветами так дальше мы будем вязать синей ниточкой также доходим столбиками без накида до места где у нас живет наша бабочка давайте посмотрим что у нас с бабочкой как видите вот она ее нужно развернуть чтобы она вот такую форму приняла уложить и вот сейчас мы ее вторым цветом и зафиксируем тельце у нас будет столбик с двумя накидами навязать мы его будем вот сюда вот найдем вот здесь вот в нижнем ряду столбик с накидом и под него таким вот образом свяжем этот столбик с двумя накидами теперь вяжем усик делаем 5 воздушных петель пропускаем 2 петли и вот в 3 петли вяжем соединительные столбики раз то есть делаем такой плотный усик 3 соединительных столбика делаем еще 5 воздушных петель вяжем сразу второй усик 3 в 3 соединительных столбика на этом усике соединительный столбик еще вот в первую петлю чтобы усики соединились и второй столбик тельца то есть в эту же точку еще столбик двумя накидами и дальше продолжаем вязать довязываем этот ряд столбиками без накида и смотрим что у нас получилось теперь расправляем нашу бабочку такая вот она будет бабочка дальше вяжем основным цветом еще 4 ряда когда вяжем первый ряд основным цветом вот там видно что из одной точки два столбика с накидом но вот поскольку где у нас бабочка тут вязать неудобно значит из следующего столбика мы вяжем 2 чтобы у нас не уменьшалось количество петель в ряду вот такая вот получилась бабочка вот еще связала 4 ряда основным цветом и дальше можно делать следующий ряд бабочек располагая в шахматном порядке но конечно это не догма то есть у вас может быть вещь где просто один ряд бабочек можно их располагать в общем то в любом порядке любом порядке делать разных цветов то есть эту схему не нужно воспринимать как догму можно сделать расстояние между бабочками побольше поменьше то есть количество столбиков и даже ряду и рядов между ними может быть разное вот такая вот бабочка она действительно вот видите объемная как бы мне показать что она объемная и усики у нее подписывайтесь на мой канал чтобы не пропустить новые ролики у меня много идей так что впереди вас ждет много интересного успехов вам и легких петелек я не знаю что он не может быть я не знаю что он не может быть все равно